В последнее время мы, прислушиваясь к мнению депутатов, уменьшили и сделали деловые группы для решения определенной задачи. В Каннске прошел городской инвестиционный форум. В Зеленогорске состоялся чемпионат Красноярского края по пожарно-прикладному спорту. В Ачинске прошел первый этап интеллектуальной игры среди дошкалят «Что, где, когда». В Каннске прошел городской инвестиционный форум. Уже в пятый раз представители власти и бизнеса встретились, чтобы вместе выработать стратегию развития территории, а также обсудить уже созданные механизмы взаимодействия. Эту площадку организаторы также называют своеобразной сверкой часов перед грядущим Красноярским экономическим форумом, который пройдет в апреле. В этом году одна из центральных тем – развитие социально значимых рынков в сфере дошкольного образования, детского питания и организации раздельного сбора и переработки мусора. И в городе, смотрите, пятый уже форум, причем они в разных типологиях. Один раз это были большие форумы на 400 человек, где было много иностранных гостей, в том числе из Белоруссии и так далее, иностранные именно со стран СНГ. Это был Санкт-Петербург, Москва, и там решались одни задачи. А в последнее время мы, прислушиваясь к мнению депутатов, уменьшили и сделали деловые группы для решения определенных задач. Сегмент дошкольного образования от года до трех – это действительно остро важный сюжет. И развитие социального принимательства на этом уровне – это одна линия. С твердобытовыми отходами – это чистота, это то, что касается всех. Но это просто нельзя уже откладывать. Вторая точка. И точка с детским питанием. Детское питание как то, что обеспечивает здоровье, по большому счету, школьников. В Минусинске сотрудники налоговой службы провели пресс-конференцию, на которой рассказали о самых важных изменениях в работе с налогоплательщиками 2017 года. Во-первых, администрировать все социальные страховые взносы, включая перечисления в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования, теперь будет налоговая служба. Поэтому сдавать отчеты предпринимателям и юридическим лицам теперь необходимо именно в этот государственный орган. Кроме того, в этом году предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность, придется в обязательном порядке установить онлайн-кассы. Эти аппараты отправляют электронные копии чеков покупателям и налоговым органам и имеют специальный фискальный накопитель. С 31 марта контрольно-кассовую технику нового образца должны установить продавцы любого алкоголя. С 1 июля все остальные предприниматели. Стоимость новых аппаратов начинается от 20 тысяч рублей, плюс подключение к интернету и заключение договора с оператором данных. Сэкономить смогут владельцы магазинов, расположенных в населенных пунктах, где нет подключения к интернету. Им придется ежемесячно привозить в налоговую фискальный накопитель, но договор с оператором данных они могут не заключать. Этот договор стоит 3 тысячи. Существуют новые аппараты, которые идут без передачи фискальных данных, но аппарат у них должен уже с 1 июля стоять новый. Например, дружинник, занимая драку, порвал одежду бегущихся. То есть это не будет никаких нарушений. Это крайне необходимость. В Лиссосибирске все больше молодых людей вступают в отряд народных дружинников. Его участники помогают полицейским следить за порядком в городе. Прежде чем приступить к патрулированию улиц, проходят обучение сегодня теория и уроки самообороны, которые дают сотрудники патрульно-постовой службы. Возишь равновесие, то есть возишь на ближнюю ногу, основная дистанция должна быть. После мастер-класса товарищеская игра в волейбол. Дружинникам и полицейским предстоит вместе работать. Поэтому неформальное сближение – часть подготовки. Сегодня в спортивном зале студенты педагогического института. Я думаю, что каждый мужчина должен задуматься о том, что он сделал город лучше. Здесь живем мы, живут наши семьи, дети также. И как бы хочется, чтобы вечером они уже чувствовали себя в комфорте, в безопасности, чтобы не было никаких пьяных драк или каких-то вообще распитий алкоголя на набережке, чтобы спокойно мамы там с бабушками, с колясками гуляли. Дружинников привлекают к обеспечению порядка на массовых мероприятиях – в помощь патрульным и участковым. Главная задача полицейских – из народа не искать виновных, а предупреждать правонарушения. Народная дружина при Лиссасибирской полиции создана в ноябре 2004 года. Сейчас в рядах добровольцев 13 человек. На подходе документы еще восьмерых. Такое внештатное пополнение полицейским весьма кстати. Плотность снарядов на сегодняшний день не такая большая, как бы хотелось. И если сотрудник идет с повязкой, и граждане видят, что он, написанный дружинник, соответственно, не будут никаких противоправных действий при нем, либо при виде его делать, либо совершать. Никакой новинки в деятельности дружинников нет. Это возвращение к истокам. Они помогали органам правопорядка в их работе еще в царской России. И теперь интерес к службе добровольных полицейских растет из года в год. Сегодня вашему вниманию предоставляю проект под названием «Мурзилка». Идея наша заключается в том, что мы хотим создать ростовую куклу «Мурзилка», которая будет жить в нашей школе, общаться с детьми, участвовать в различных школьных предприятиях и даже в некоторых моментах образовательного процесса. На первый взгляд, идея создания куклы кажется простой, но это только на первый. Как оказывается, социальный проект должен учитывать огромное количество деталей. Нужно просчитать не только стоимость материала на изготовление, а также методы его внедрения в школьную жизнь. Необходимо даже узнать мнение родителей, в какой области школьной жизни такой персонаж нужнее всего. Зато после выполнения проекта у школьников появится добрый друг. Каждый проект уникален по-своему, но задача у всех одна – сделать жизнь окружающих людей комфортнее и ярче. Студия предназначена для детей с ограниченной возможностью, то есть направлена на развитие их, на социализацию, улучшение коммуникативных навыков, то есть общение друг с другом, общение с нормальными сверстниками. Это расходные материалы, краски, специальные краски для пальчикового рисования, то есть рисование руками. Также фломастеры мелкие, художественные. То есть чем больше материалов у них есть под рукой, тем их творческие какие-то способности, творческие мысли они могут передавать. Кто-то может сказать, что фломастеры и краски стоят недорого, но в итоге количество необходимых материалов выливается в достаточно большие суммы, которые найти обычному человеку не так просто. В этот момент на помощь и приходит грантовая программа «Территория-2020», задача которой – обучить, проконсультировать и финансово поддержать инициатора. До этого три дня шла проектная школа. Мы говорили о том, в чем смысл проектирования, о том, что это такая технология, что ей можно применять в жизни. Говорили о лучших практиках социального проектирования, на мировых примерах, на красноярских примерах. Работали на составление паспорта проекта, презентации готовили, ну и, в общем, полностью готовились для щит. В итоге из 19 представленных проектов достойными реализацией жюри посчитало 11. На эти проекты было распределено 120 тысяч рублей. И можно быть уверенным, что эти идеи молодежь обязательно воплотит в жизнь. Зеленогорск, Красноярск, Иркутск, Железногорск, Лесосибирск – всего свыше 80 спортсменов сегодня собрались в Доме спорта «Факел» для участия в чемпионате Красноярского края по пожарно-прикладному спорту. С каждым годом такие состязания набирают все большую популярность и не только среди самих сотрудников МЧС, но и подрастающего поколения. Это уже традиционный чемпионат, он сегодня юбилейный, 20-й. Это личный чемпионат Главного управления МЧС России по Красноярскому краю по пожарно-прикладному спорту. Здесь категория участников довольно такая разнообразная. Здесь и есть участники 10 лет и выше. Причем участие принимают не только юноши, но и девушки. И многие из присутствующих спортсменов имеют за плечами множество наград. Так Анастасия Шального из Лесосибирска носит гордое звание чемпионки мира по пожарно-прикладному спорту. «Занимаюсь с апреля месяца 2015 года». «Чем нравится этим заниматься?» «Много видов и командные, и личные. Мне это очень нравится». У спортсменов было два задания – преодоление полосы препятствий и подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Но у каждой возрастной категории свой уровень сложности. Так, например, спортсмены постарше преодолевают дистанцию уже со своей лестницей и подняться им необходимо не на первый, а на второй этаж. Участники старшей возрастной группы поднимаются и вовсе на самый верх учебной башни. Если спортсмен допускает ошибку в задании, например, неправильно установленная лестница, ему приходится заново выполнять задание. Все это не только спорт. Статус мастера пожарно-прикладного спорта, кандидата в мастера, награды и медали дают возможность юношам и девушкам бонус, когда ребята собираются связать свою жизнь с профессией спасателя. «Большое преимущество перед поступающими, которые не занимаются именно спортом. То есть это уже процентов на 90, что он поступает. Ну и, естественно, даже спортсмены, они хорошо показывают результаты и знания, как и практические, и при поступлении, ну, они, так сказать, не позорят ни себя, ни тех людей, которые за них поручаются». Победители 20-го чемпионата Красноярского края по пожарно-прикладному спорту попадут в сборную Красноярского края, которая отправится на турнир по Сибирскому федеральному округу. Состоится он уже в апреле в Иркутске. Сегодня самые эрудированные ребятишки городских детских садов пришли блеснуть своими знаниями. До начала мероприятия команда репетирует речевки, выслушивает наставления своих педагогов. Здесь все по-взрослому. Игровое поле, разделенное по секторам. На каждом конверт с вопросом. Хотя до начала их никто не знает. Как и положено, интрига игры сохраняется до последнего. «Очень это детям нравится, что повышается уровень интеллектуального развития. И применили в практику. Это так вот проходит каждый год. Совместно со школьниками первого класса, которые выходили из этого детского сада. И подготовительные группы старшего возраста». Перед тем, как принять участие в такой серьезной игре, в каждом дошкольном учреждении прошли отборочные туры. Как утверждают педагоги, подготовка среди конкурсантов шла нешуточная. Некоторые задания даже взрослых могли поставить тупик. «Такие сложные задания. Иногда даже порой взрослые мы сидели, и мы даже взрослым, мы очень затруднялись выполнить. Но дети, как правило, справляются». И вот наступил ответственный момент. Капитана представляет своей командой. «Золотой ключик!» «Наш девиз!» «В страну приключений мы дверь одобрем, и ключиком знаний ответы найдем!» «Наша команда – знатоки!» «Наш девиз не умывай, все пройти и все узнать!» Небольшая разминка, затем жеребьевка, и игра началась. С большим азартом игроки обсуждали и выполняли задания. Среди болельщиков только педагоги. Затаив дыхание, ждали от своих воспитанников правильных ответов. Победители сегодняшнего турнира будут принимать участие в финальной игре, но уже на другом уровне. «Ребята, пять минут на выполнение задания!» «Пять?» «Давайте скорее!» «Ой, что это?» «Давайте, что это?» «А что?» «Давайте, что это такое?»